Про Тест Драйв 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 ASX покупали девочкам Но в принципе Для молодых ребят Конечно взрослый солидный дядька Для них просто места будет физически мало Но для молодежи Для парней вполне тоже SX подходил И подходит А девчонки-то прям, мне кажется, души в нем не чаяли Ну он красивый, да Японский, озорной, такой бодрый Вполне, да Ну понятно, что не очень большой Но мы знаем все преимущества компактных машин Что и парковаться удобно и так далее Вот, поэтому Каким он увидит, пока вам не скажу Потому что сам еще не видел Планирую добраться, автосалоны Открылись вот только-только Еще одна хорошая новость Трейден-медиагрупп непосредственно Здесь блочок рекламы вставлю Мы, естественно, остановили подготовку всех мероприятий У нас уже и в апреле должна была пройти битва городских И в мае должны были начаться туры По крупнейшим городам области После 12 мая, когда мы все выйдем уже, надеюсь, на почти что нормальную рабочую неделю Мы переоценим наши планы на июне Возможно, в июне вас уже будем приглашать на возобновленные большие тест-драйвы Где вы в одном месте сможете оценить большое количество автомобилей самостоятельно Но, думаю, все еще соблюдая режим безопасности В масочках, санобработкой и так далее, но тем не менее Что еще будем, кроме IS-X, тест-драйвить? Надеюсь, что к этому времени может появиться новый Volkswagen Polo Дистрибьюторы его заявляли о появлении этой модели в мае А насколько он новый? Он обновленный или это полностью новый? Ну, он такой-другой будет То есть их можно будет отличить Знаешь, да, бывает фейслифтинг Когда чуть-чуть нам в тарелки подвели Лючок бензобака поменяли Да, лючок бензобака поменяли Естественно, он сохранит все фирменные черты Volkswagen, как и положено Но он такой прям очевидно будет отличаться от предыдущих автомобилей Станет ли он крупнее? Чуть-чуть Чуть-чуть Причем он даже визуально станет крупнее То есть у него такие более рубленные грани При этом, несмотря на то, что он рубленный, он такой пузатенький стал Рубленный пузатенький То есть довольно такой агрессивный, интересный Ну, кстати, я наблюдаю тенденцию, что действительно машинки, они становятся машины Что уж я шать, а машинки по-девчачьи То есть машины, они становятся пухлее То есть они становятся объемнее, пухлее, чуть повыше То есть у них клиренс становится выше В последнее время, по крайней мере, я это наблюдаю Самый, мне кажется, очевидный пример вот из таких бюджетных автомобилей, которые мы постоянно на улице видим Это то, как изменился Renault Logan То, что была первая модификация была, я, наверное, правильно, надеюсь, это называю все И то, что сейчас выходит, они кардинально отличаются друг от друга Так что полону Вообще, общая стилистика в дизайне становиться больше есть, присутствует Но, кроме того, выпуклая форма позволяет чуть более эффективно использовать внутренний объем Ну, это, конечно, мельчайшие детали, но тем не менее И сколько я себя помню, вот 95% автомобилей, выпуская новую модель, становится хоть чуть-чуть, да больше Были, конечно, прецеденты, да, когда, как бы, следующая машина становилась, оставалась такой же, либо даже становилась чуть меньше Вот, но основной тренд, то, что автомобили становятся все больше и больше и больше Взять даже, например, там, тот же Kia Rio, например, да То есть, по большому счету, это седан B-класса, то есть, маленький И давайте вспомним просто Volkswagen Polo 80-х годов Они же вообще малюсенькие были Сейчас А-класс больше Они как АК были примерно, ну, чуть побольше, конечно Да, то есть, сейчас вот современный А-класс, он больше, чем Polo, был там в 80-х годах, хотя Polo класс B, по большому счету То есть, все классы подросли, а грани стерлись То есть, допустим, у тех же Kia появился класс C1, C2 То есть, Rio они теперь называют C1, да, а Cerato автомобиль классом C2 Вот, поэтому тоже тенденция эта продолжится, и Polo тоже не исключение Хорошо, а что еще будет? То есть, мы, ISX, Polo, что еще будет на тест-драйвах летом? Ну, мне сейчас сказать трудно, да, почему? Потому что какие-то новинки могут задержаться, да, какие-то, несмотря ни на какие детали Что бы хотел потестить? Что бы хотел потестить? Я докопаюсь до списка Последняя программа у нас была Kia Seltos, Skoda Karoq и Hyundai Tucson Комплектация онлайн, более спортивный И вот все машины были с полным приводом, кроме Skoda Karoq Karoq был только моноприводный И прямо вот перед тем, как выложить его на YouTube, дилеры нам отписались о том, что появился полноприводный Karoq Вот, мне кажется, тоже будет довольно востребованная машина Потому что она чуть меньше, чем огромный Kodiak Да, то есть, она построена на базе Volkswagen Tiguan Хотя чуть меньше реально по, ну, как бы, зауженная база, платформа Но автомобиль очень такой достойный Он, у него фирменная, ваговская такая, дорогая езда Он лучше шумоизолирован, чем одноклассники В общем, вот эту машину с полным приводом было бы интересно испытать Хорошо, тогда ждем лето Для того, чтобы затестировать интересные новинки Для того, чтобы посмотреть, как будешь их тестить ты Что после лета? Я знаю, что в прошлом году мы с тобой рассказывали о том, как ты съездил на Формулу-1 И ты говорил о том, что ты планируешь в этом году вновь съездить Мало того, что планирую съездить вновь Мы сейчас сделаем некий такой возврат к нашей самой первой программе У нас все еще в планах организовать тур для наших подписчиков, для наших друзей Тур на Формулу-1 У нас, конечно же, были сверстанные, рассчитанные предложения с проживанием С очень активной программой, которая называется «Море, горы, формула» В Сочи В Сочи, да Отметочка, потому что за границу неизвестно, когда мы сможем И когда вся история с коронавирусом началась Мы, конечно же, все поставили на паузу И долгое время не получали никаких сообщений И вот на прошлой неделе Ды-дын-ды-дын Прозвинил звоночек Пришло письмо от Сочи-автодром О том, что, друзья, мы продолжаем продажу билетов на Формулу-1 Заморозили цены, то есть не стали их повышать И что-то мне подсказывает, что в этом году Несмотря на открытое множество из вас И у меня, в том числе, шенгенские визы Путешествовать мы сможем, наверное, только внутри собственной страны И мне кажется, это направление будет еще больше востребовано По крайней мере, нашими соотечественниками Если вы никогда не были на подобном событии Я прямо рекомендую в нашей команде Самостоятельно, как угодно Оказаться на главном автомобильном событии мира Которое проходит в одном из наших городов До которых можно добраться из Кирова в сентябре прямым рейсом Или на машине? Конечно, можно на машине Но тогда нужно планировать, наверное, прям целый отпуск Потому что на машине ехать с комфортом больше двух суток нужно Можно долететь быстрее? Я знаю летчиков, которые там Долетали за аномальное количество Но сейчас это очень дорого Потому что камеры кругом И небезопасны Вот, поэтому, мне кажется, все-таки Самый простой вариант самолетом Вот Тем более, что самолеты до конца сентября Будут летать прямыми рейсами А обратно есть хороший стыковочный рейс через Москву Вот, помимо формулы В нашей команде мы планируем Четыре дня провести в долине Меретинской Да, то есть наслаждаться именно гонками Морем, купанием, ревом моторов и так далее И на четыре дня по окончанию гонок Планируем уехать в горы Чтобы заняться там пешими походами У нас запланирован свой авторский проход вдоль хребта Аибга Соединяющий розу хутор и горький город Ну и, скажем так, будет очень интересный набор людей Возможно, мы пригласим известного в тех краях фотографа Который обалденно снимает Кавказ А вот это уже привлекательно для девушек, мне кажется Да Красивые фотографии из горы Это дорогого стоить Ну, красивые фотографии из горы у нас будут в любом случае Это прям гарантированно А профессиональные красивые фотографии? Да Ну, не знаю, могу, наверное, упомяну, да Татьяна Лещинская Вот тоже наш подписчик Мы активно общаемся И познакомились с ней прямо на горе На одной из пиков Аибга Случайно Если найдете ее в Инстаграме Прям можно восхититься тем, как она снимает Пейзажи Кавказа Это, ну, правда, что-то невероятное Вот И если получится, я думаю, что, может быть, даже устроим какую-то такую творческую встречу Расскажи, Виталий, как бы ты по-другому что-то сделал В отличие от прошлогоднего своего путешествия Вот в этот раз С учетом того, что у нас есть коронавирус Или просто с учетом опыта того, что второй раз туда еду? А мне интересно и то, и другое И то, и другое Потому что у всех, наверное, есть такие моменты Когда он думает Вот в следующий раз я сделаю по-другому Вот в следующий раз я пойду не туда, а пойду сюда Пойду не этой дорогой, а другой Вот как бы ты сделал Вот в этом путешествии Ну, в нашем случае, учитывая то, что в первый раз я ехал туда исключительно в качестве туриста И любая дверь, которую я открывал, была для меня голубым океаном То есть я впервые в это место шагал То сейчас мы, наоборот, хотим пройти отработанными решениями Которые открыли в прошлый раз И людям, и заведениям, и местам, где остановиться И поделиться тем опытом, который мы набрали как раз вот с нашими друзьями, коллегами Теми, кто с нами поедет Поэтому мы в этот раз будем меньше рисковать А больше как бы полагаться уже на проверенные решения То есть мы уже выбрали места, где будем жить Мы уже выбрали тропы, по которым пойдем Пока еще не купили билеты То есть все-таки дождемся мы, наверное, окончания мая И в июне вновь вернемся к формированию команды Ты вот сказал, что не будем рисковать О каком риске идет речь? Ну, пока спортивные мероприятия на всей планете отменены То есть ты имеешь в виду именно... Я никто не дал команды к их возвращению Формула-1 сейчас не отменена То есть она по-прежнему планируется И можно покупать билеты Но мы все-таки подождем, наверное, как будет развиваться ситуация в мае Непосредственно в нашей стране Я помню, что в прошлом году случилась какая-то очень жутковатая история в горах Со мной? Да Было дело? Расскажи Горы такая история, в которых ты приходишь И каждую минуту получаешь, по крайней мере, неопытный ходок, новое впечатление Вот я настолько был вдохновлен, что мы поднялись на одну из самых высоких точек Района Розы Хутор Поднялись на вторую, прошли и появилась некая такая вседозволенность Все вот такое, что я там, это могу, это могу, это могу Да, ходили там по краю уже, не особо соблюдая меры безопасности И мы не знали маршрут Из последнего хребта мы пошли новой дорогой И срезали, в общем, там, где не надо Я уж не буду сейчас деталей вдаваться Срезали там, где не надо И шли Ответ становился все более и более вертикальным Пока мы не уперлись в невозможность идти дальше То есть практически отрицательный уклон Возвращаться назад было далеко Идти вперед нереально Единственный путь, который нам казался возможным в этой ситуации Идти вверх Товарищ, с которым мы шли Ну, рост у меня чуть не на полметра повыше Всех махнул туда и запрыгнул, и ушел Так, ну, все, говорит, можно подниматься И я понимаю, что у меня ни одной из четырех точек Которые стоят, держатся за гору Ну, надежно не стоят То есть вверху там травка какая-то Внизу камни Причем камни такие Если один еще более-менее там цельный, да Другие Крошины Ну да, то есть могут там податься Я понимаю, что в момент рывка наверх, да Если как бы сорвется хоть одна из трех точек За которые я опираюсь, да Ну, может быть, очень неприятно Вот И, конечно, в этот момент там все перед собой пронеслось Мы вылезли Ну, мы же в эфире сейчас, да Все хорошо На этот момент я запомню просто навсегда Страх, который я испытывал И после, когда мы выбрались из этой ситуации Не было чувства победы Было чувство такое Пощечины такой отцовской Хотя отец мне пощечины никогда не давал Но прям такое какое-то было прям Вот Ну, здесь надо быть аккуратным Тут скорее даже не пощечины, а подзатыльник просто прилетел Такой хороший Да, подзатыльник такой хороший пролетел Который говорит о том, что Ну, выскажусь словами Павла Шабалина Мы здесь там не герои, не самураи, мы муравьи То есть вот как бы в горах надо быть муравьем Тихо Тянуть Как бы свою лямку Наслаждаться тем, что вокруг И не пытаться геройствовать Вот Естественно, мы в этот раз обойдем эту историю, да Но в горах всегда нужно быть внимательным Не терять концентрацию Возможно, вот в этом плане риск путешествовать самостоятельно дикарями Когда ты по незнанию можешь попасть в ситуацию, в которой нет выхода Слава Богу, у вас такого не произошло, и вы выход нашли Да, но вот в этой ситуации вот это поучительный такой момент Что, ну, не надо геройствовать, не надо выпендриваться ни в горах Ну, Даша, я скажу Я думаю, что каждый путешественник знает, что какие-то нештатные ситуации Они случаются всегда Ну, хорошо Когда бы ты куда бы ни отправлялся Здесь самое главное, как бы холодная голова Да, ответственное решение Не паниковать ни в коем случае Не пытаться как-то геройствовать именно Да, вот с холодной головой решать эти задачи И как правило, они решаются И путешествовать в группе Да, желательно путешествовать в группе, да С хорошей командой, с хорошими друзьями, которые всегда руку помощи протянут Хорошо, Виталий, рада, что мы сегодня обсудили позитивные новости О том, что у нас открываются все-таки автосалоны Официально уже, да, полноценно Будем надеяться, что летом мы сможем затестировать все, что запланировано Все, что ты хочешь затестировать И, конечно же, что мы попутешествуем в Сочи Да, и увидим формулу 1 своими глазами Друзья, всех с 9 мая, с праздником Днем Победы Всем хорошего настроения Берегите себя и не только Всего доброго и до свидания До новых встреч Протест Драйв